Молитвы Братья, я вам обещал, что мы будем еще сегодня иметь возможность слушать, и не только слушать, а вместе участвовать в пении евангелизационного хора Венецкой Церкви, и поэтому мы вновь приходим к нашему Господу в молитве. Мы обращаемся к Нему, понимая то, что нуждаемся постоянно и в служении, и в работе, и в нашем движении, во всяком деле мы нуждаемся в Божьем благословении, и поэтому готовим в своем сердце молитвы, потому что мы понимаем, что общаясь с нашим Господом, мы черпаем силу от Него, и Он благословляет нас и укрепляет через Слово и в нашей молитве. Хористы заняли свое место, и мы вместе поднимемся на наши ноги и прославим нашего Господа, и обратимся к Нему в молитве. Отец Небесный! Отец Небесный! Продолжение следует... 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 ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Они все важны, но один из вопросов, на что я хочу обратить внимание, это говорит нам Слово Божие, что если Бог наш свят, то и мы должны быть святы. Это необходимая такая черта христианина вообще и тем более служителя, священника, быть святым. Вы знаете ситуацию, когда Моисей в свое время не явил святости, и это очень ему было не на пользу. Поэтому мы поем сейчас этот псалом, который говорит о том, что священники земли должны быть святы, но и стараемся, прилагаем усилия в том, чтобы действительно быть святыми перед Богом. Вы не явились святости моей, Великий народ и Моисей Глядя сквозь горы на край священный Великий народ и Моисей Глядя сквозь горы на край священный Песня Глядя сквозь горы на фон Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Силою Святого Духа Аллилуйя! Слава Ему! Братья, я верю, что небо открытое и Господь зрит на это место и изливает свою благодать на благодать. Я вспоминаю такого благословенного мужа, Самуила, который в свое время перед лицом Божиим, перед лицом народа Божия сказал, до сего места помог нам Господь. Братья, нам до этого места, до этого дня помог всемогущий Господь. Слава Ему! Братья, мы научены вручать нашу жизнь и наш труд в руки Иисуса. Пусть Господь поведет свое наследие своих служителей как герою в свое великое Царство Божие. прежде чем прежде чем говорить такую короткую проповедь на тему девизу, я еще вспоминаю такое место из Священного Писания, когда Господь говорил через пророка Исаию, «А вот на кого я призрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Его». Мы сегодня собраны во имя Иисуса. Братья, мы будем помнить, что Господь Саваоф презирает нас смиренного и дает ему благодать. Он презирает нас сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Его. Пусть наше сердце и наша душа трепещет перед живым и святым Богом и перед Его святым Словом. Уже братья читали это место. Вторая книга Паралипоменон. Езекия. Это муж, который не только сам возжелал служить Господу с искренним сердцем. Он имел в сердце и в душе заботу о народе Господнем. И Езекия обращается к левитам, обращается к тем, от которых многое зависит в народе Господнем. Он говорит, дети мои, не будьте небрежны. небрежность, братья, это порок. Небрежность, и мы должны это запомнить, небрежность имеет свои последствия, а порой тяжкие последствия. Небрежность это тогда, когда человек относится своим обязанностям к своему труду, относится невнимательно, относится беспечно, относится равнодушно. И поэтому Езекия говорит, говорит левитам, как бы их упрашивает, или такое пожелание говорит, дети, дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему, и ведь у Него служителями и возжигателями курений. Мы сейчас сделаем акцент ударения на небрежность. Служители Божие это домостроители тайн Божиих. Павел говорит, что от домостроителя требуется, чтобы каждый оказался верным. Апостол Павел еще говорит, что то, что было сказано древним, оно, братья, для нас как образы, и описано для наставления достигших последних веков. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы видим великое дело Божие, которое совершали святые мужи Божии. И также видим их ошибки. И да поможет нам Господь, чтобы нам, служителям Божиим, не повторять в деле Господнем, не повторять ошибок. Когда христианин, член церкви, поступает несерьезно, к какому-то делу относится небрежно, равнодушно, это весьма плохо. Но когда служитель это делает, и как бы показывает такой негативный пример для народа Божия, Господь в свое время Он спросит. Некогда Господь это уже царь царей, Господь господствующих, Он некогда как бы провозгласил такое важное слово, тем, которым Он вручил дело, дело святое, дело Божие. И Господь говорит, проклят, кто дело Господне делает небрежно. Это Еремия 48 глава 10 стих. Братья древние понимали, если Господь вручил дело, и человек к этому делу относится небрежно, он подпадает вместо благословения, подпадает под проклятие. Некогда Исаву принадлежало первородство первородство лучшее благословение. Но Он продал Своё первородство, пренебрёг Своим первородством, и когда его желал получить Его, Он, написано, Павел говорит, он был отвержен, и он не мог переменить мыслей Отца Своего, хотя просил это, просил со слезами. Братья, я вспоминаю Давида. Давайте так внимательно, внимательно обратимся к тому, что говорит нам Слово Божие. Хотя Давид это был муж по сердцу Господа, но когда Давид поступал в своей жизни, допуская небрежность, это отмечено на страницах Священного Писания, и Писание не утаивает. Давиду положилось на сердце, и я думаю, что в этом была воля Божия, чтобы ковчег Завета ковчег Божий находился в городе Давидовом. Написано, что Давид советуется со священниками, Давид советуется с народом, и Давид получает от священников и от народа одобрение, чтобы ковчег Завета находился в городе Давидовом. Братья, мы все прекрасно знаем, что ковчег Завета, ковчег Завета, должны носить левиты на плечах своих, написано на раменах своих. Но Давид допускает очень большую ошибку. Давид, ковчег Завета, хотел перевести, перевести на новой колеснице в свой город. Братья, в этот день Давид не достиг своей цели. В этот день возгорелся гнев Господень, что Давид допустил небрежность и Давид не явил святости по отношению к ковчегу Божию. Должны аккуратно со страхом Божиим, с трепетом перед лицом Божиим, шаг за шагом должны ковчег Завета нести левиты на своих раменах. Конечно, по-человеческому, братья, по-человеческому рассуждению, конечно, вести всегда легче, нежели нести. Иисус Христос, Сын Божий, Он крест свой, Он нес на Голгофу. Братья, да поможет и нам Господь свой крест не на новой колеснице вести, но по примеру Иисуса Христа, Сына Божия, с помощью Духа Святого свой крест нести и войти в Царство Божие и получить венец неувядаемой славы. В этот день, я еще раз повторяюсь, Давид не достиг своей цели, возгорелся гнев Господень. Конечно, прошло время, Давид, он понял и уразумел свою ошибку, уразумел, что не явил святости по отношению к ковчегу Божию, и позже все же они перенесли ковчег завета, приносили жертвы Богу, радуясь и благодарили всемогущего Господа. Когда-то Иисус Христос сказал такую притчу, которая для нас всех, она очень знакомая эта притча о десяти девах. Братья, пять разумных дел, они заботились о масле, они заботились о своем сосуде, они заботились о своем светильнике. Другие пять неразумных дел, они не явились святости, Господни, как Хорпел, они к своему делу, служению Богу, и чтобы серьезно готовиться встречать своего жениха, они не имели заботу о своем светильнике, о своем духовном состоянии. И в конечном итоге они не вошли на брачный пир. Братья, вот это последствия небрежности перед лицом Господним. Я еще вспоминаю такое место, когда Господь Иисус сказал о рабах и о талантах, когда призвал Господин своих рабов, и там написано, каждому он дал по силе Его. Тот последний получил один талант, он скрыл его в землю, он тоже проявил беспечность, проявил равнодушие. И когда по долгом времени, по долгом времени Господин возвратился, призвал рабов, чтобы они дали отчет. Господь сказал этому рабу последнему, что он ленивый раб и лукавый раб, и сказал, веброси Его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Иисус провозгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Братья мои, я хотел бы, чтобы сегодня Дух Святой, Божия благодать, я знаю, она уже работает на этом съезде, и в этом зале, и в наших счастливых сердцах, работает Дух Святой. Но чтобы Дух Святой моему, и вашему сердцу, независимо, кто какое служение несет перед Богом, пока еще есть время, чтобы Господь указал на небрежность и равнодушие в моем и в вашем служении, чтобы поправить свое дело, поправить свое служение, и перед очами Церкви Христовой каждый день, или то мы стоим за кафедрой, или то мы беседуем, или мы совершаем причастие, или исповедание, чтобы явить святость Господню, и не допустить небрежности в своем служении. Небрежность имеет свои тяжкие последствия. Я хотел бы еще обратиться к такому месту, где Господь говорил Аарону, когда Господь говорил сынам его, говорил Господь священникам. Числа 18 глава 1 стих. «И сказал Господь Аарону, ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою, понесете на себе грех за небрежность во святилище». Братья, там, где мы работаем, даже и сегодня этот зал, где присутствует Господь и народ Божий, это святилище Господне. Когда Асафу было трудно уразуметь, и когда он вошел во святилище Божие, он многое уразумел, и в конечном итоге сказал, что мне на небе, я с тобою ничего не хочу на земле, да поможет и благословит всемогущий Господь. Господь говорит Аарону и сынам Его, вы на себе понесете грех за небрежность во святилище. Другой перевод говорит, что благодаря небрежности братья оскверняется святилище и дальше Бог говорит Аарону, ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в совершенстве вашем. Когда мы допускаем небрежность, братья, оскверняется святилище и оскверняется свершенство наше. Аллилуйя, благословя наш Господь. Да поможет, Господь, братья, милые труженики на нивы Господней. Сейчас с небес зрит всемогущий Господь, и Он желает, чтобы каждый из нас поправил свое дело в служении, и никогда дохранит Господь, чтобы делать дело Божие, делать его небрежно. И вот чуть проходит время, и Господь говорит Моисею, Господь говорит Аарону. Это записано двадцатая глава седьмого стиха. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми жест и собери общество ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. Итак, ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его. Девятый стих. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он, то есть, Господь, повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою, и ударил скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его». Братья, Господь проговорил к Моисею. Мы не можем сегодня осуждать этого благословенного мужа Моисея или Аарона, но это написано для нас, как образы мы достигли последних веков, чтобы нам не повторять этих ошибок, которые повторялись святые, божьи мужи. Господь говорит Моисею, возьми жест, пойди к этой скале, и скажи этой скале, и она изведет воду. Но Моисей в скалу ударил дважды, и Моисей, как уже хор пел, не явил святости Господь перед очами всего Израиля. Я представляю себе, эта скала извела воду, пьет народ, радуется народ, пьет скот, а Моисею продолжает говорить Господь. И сказал Господь Моисею и Арону, за то, что вы не поверили мне, чтоб объявить святость мою перед очами сынов Израилевых, не уведете народа сего в землю, в которую я даю вам. Братья, я хочу, чтобы мы совершили сейчас молитву, чтобы в этой молитве коснулась Божия благодать, сила Святого Духа, каждого сердца и каждой души, чтобы Господь, Он явил свою силу, свою славу, свое могущество, и так нежно, чтобы Дух Святой указал, нам напомнил, что мы в нашей жизни в служении перед народом Божиим, где-то, в шом-то, даже в взгляде небрежном, в слове небрежном перед народом Божиим, чтобы нас Господь простил, осветил, и что мы помнили, что небрежность это порог, небрежность имеет свои последствия, а Господь говорит, а вот на кого я презрю, на смиренного, на сокрушенного духом, и на трепещущего перед Словом Моим, да поможет нам, Господь, братья, исполнить волю Божию, ибо исполняющие волю Божию, это суть Сыны Божии, да благословит и поможет нам Господь. Давайте совершим краткую молитву, и да пойдет Господь впереди, а нам слышат голос Его, следуя следами Иисуса Христа. Иисус 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 Христа. И вершине Господи, Господи, нам явить перед Витом Пути, перед Витом Церкви Твоей, Святой, Святой. Проверить Иерои под Витом Церковь, Вып parental сообщество Церкви Твоя Cristo, Бога и Святая Сила. Продолжение следует... 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 делая дело Божие небрежным. Но есть лучший выбор. Ревностно, старательно, со всем усердием к такому служению нас призвал Господь. Аминь! Слава Ему! Нам будут сейчас петь братья из Буковины, Черновицкая область, Семеновичи, а компонирует брат Миша Савчук. Я бы просил, чтобы перед каждой песней вы представились, засвидетельствовали. Они будут нам сегодня служить и завтра. Они специально приехали на этот братский съезд, дабы вместе с братьями-служителями прославить Господа, ибо Он достоин славы. Аллилуйя! Слава Богу! Дорогие брати, дорогие помазанники Божьи, Бог каждого из вас избрал. И мы сейчас, вишивши перед вами, у нас еще сердце трошки в трепете, потому что мы имеем свою такую думку, что мы стоим перед помазанниками, перед теми, с которыми Господь мает дело. И трошки страхи на сердце. Но, смотря на вас, мы имеем ту оцинку, мы имеем великую ціну, что ваше життя, которое вы посвятили на дело Божье, оно очень ценно перед Богом, перед Церковью, перед Невистою Иисуса Христа. И так, как было сказано, что мы приехали из Чернівцов, мы все из одной родины, нас четверо братов, и двоюродный брат Савчук Рома, Савчук Михайло, который будет играть на роялю. И мы также пришли на это место, чтобы таким мизерным талантом, который Господь нам подарил, чтобы прославить его святее имя, и чтобы потрудиться так же и для вас. И мы видим, как Дух Святий сегодня промовляет через братские уста, закликаючи вновь и вновь до труда Господнего, закликаючи Духом Святим, чтобы не стоять в безопасности, потому что, смотря на Писание, что не вы побелели, но работников так мало. И того Господь сегодня торопит Духом Святим, что каждый из вас став на стражу, чтобы каждый из нас передавался свое життя и еще больше и больше вкладывал все способности, все силы, чтобы потрудиться для народа Господнего. И поэтому мы сейчас с братами заспеваем такую песню, которая также призывает «Церковь Божия, поднимайся, слушай своего Царя, близок день великой жатвы», говорят его оста. Аминь. Церковь Божия, поднимайся, слушай своего Царя, призыв мощный всем раздался, Божья, небожь от Тебя. Призыв мощный всем раздался, Божья, небожь от Тебя. Через горы и долины к нам несется зов Христа. Близок день великой жатвы, говорят его оста. Близок день великой жатвы, говорят его оста. Мужи сильные и дичьи, светлые колося жат, Близок вечер поспешите, урожай с полей собра. Близок вечер поспешите, урожай с полей собра. Юноши, скорее идите, на поля снабы гряза, Старшим братьям помогите, жатву в житницу собра. Старшим братьям помогите, жатву в житницу собра. Жены сильные и вставайте, в деле Божьем вы нужны, и прилежно соберите, что могли к земле припасть. И прилежно соберите, чтоб могли к земле припасть. Убеленный сединою, старец слабый станет ты, и дрожащую рукою снов забытый подними. И дрожащую рукою снов забытый подними. Наконец, все христиане, сбросим грех и суету, Выйдем все на Божью Ниву, Бог зовет нас всех в труду. Выйдем все на Божью Ниву, Бог зовет нас всех в труду. За трудом покой приятный, всех жнецов на Ниве счет. Скоро, скоро, Царь Небесный, Свою Церковь взять придет. Скоро, скоро, Царь Небесный, Свою Церковь взять придет. Уж спустились тени ночи, Час полночный настает. Поднимите ваши очи, Наш Господь уже грядет. Поднимите ваши очи, Наш Господь уже грядет. Мы являемся свидетелями последней жатвы. И, скорее всего, жатва, образно говоря, комбайнами, она уже заканчивается, наступают другие времена, но чем темнее ночь, тем ярче звезды, и все четче слышны шаги грядущего за нами, нашего жениха, нашего любящего Иисуса Христа. Он грядет. Слава Ему! Мы будем внимательны к Божьему Слову, которое нам будет передавать епископ Владимир Степанович. Самое первое, я привык говорить, знаете, что? Слава нашему Богу! Он этого достоин. Я думаю, каждый из нас знает, что Он этого достоин. Поэтому я, чтобы экономить наше время, буду сразу читать Божье Слово. В Послании евреям, 3 глава 3, 4 стих. Ибо всякий дом устроится ком-либо, а устроивший все, есть Бог. То есть, когда вы подходите к любому дому, вы можете определить хозяина этого дома, насколько он беспокоится об этом доме. Когда вы заходите на кухню, вы можете определить состояние хозяйки и все ее способности, ну и отношение к своей работе. Теперь, здесь Христос не напрасно, ну, допустил то, что это записано в Священном Писании. Всякий дом устрояется. Дом требует устройства. И есть личности, которые отвечают за этот дом. И это очень важно, когда эти отвечающие имеют настоящее понятие. Правильное понятие, правильное направление. Но дело в том, что есть устроившее все. Когда мы смотрим на Вселенную, она устроена самим Богом. Творцом устроена. И вот эта Вселенная показывает, как все упорядочено. Это говорит о том, что Господь царствует, посему тверда Вселенная не поколеблется. Это чудесно. Когда наш дом устрояется кем-то, и при том правильно устраивается, тогда все в порядке. Когда же мы говорим о Боге Отце, у Него Сын, конечно, когда вы беседуете с мусульманами, и вы скажете, что у Бога есть Сын, немножко это сложный вопрос. Трудно бы это объясняться. Поэтому, когда мы говорим с мусульманами, когда приходится где-то, ну, это особенно страны, вот, допустим, азиатские страны, там, или другие места, вот, то мы прямо говорим, что вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. А потом ниже, ну, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. То есть, все через Слово Божье. А потом ниже опускаемся, в этой же первой главе, там сказано, Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. Значит, оказывается, что когда мы говорим с мусульманами, можем сказать, у Бога Сын, но это Его Слово, которое было, оно воплощенное, воплощенное. Поэтому я буду чуть короче здесь говорить. Значит, и вот есть Отец, есть Сын, есть Дух Святой. И Бог через Сына и Святого Духа устрояет, устроивший все, есть Бог. Теперь, что интересно, на земле у Божьего Сына есть невеста, есть Церковь Иисуса Христа. А как по отношению Церкви? Надо, чтобы она была устроена? Надо, чтобы кто-то устроял ее? Обязательно. Ну, самое первое, конечно, глава этой Церкви является кто? Христос. Я как-то обратил внимание, у меня есть схемки, наброски разные для Церкви, вот наши схемы, наши работы, допустим, что должен, как должна работать церковь, и там все отделы, и все это. Значит, и один брат взял эту схемку, говорит, интересно. Я говорю, а что такое? Говорит, я был в одной Церкви, там написано глава Церкви и фамилия брата. А в моей схеме написано глава Церкви Христос. Говорит, это правильно. Поэтому мы должны все понимать, что главой Церкви всегда является Бог. Мы Его подчиненные, через которых Он работает в этой Церкви. Поэтому, когда мы говорим вообще о Церкви, то прежде чем посмотреть, кто в ней работает, давайте мы обратим внимание на Священное Писание, а кто же такая Церковь? Кто она? И я читаю некоторые места Писания. Я буду очень кратко, потому что фактически, я сделал очень много выписок из Священного Писания. Когда мы делаем или рукоположение, допустим, или наставление для братьев, это очень длинная беседа, целый семинар, можно сказать. Но я возьму только некоторые места Священного Писания. Евангелист Матвей записал очень интересное место, это 16 глава, с 18 стиха, то это было то время, когда Христос ввел беседы, а потом спрашивает своих учеников, за кого почитают меня люди? Вы знаете, что в Церкви Христовой это очень важно. Если мы неправильно имеем отношение, неправильное почтение, или неправильное определение к главе Церкви, мы неправильно будем работать. И поэтому, подготавливая своих учеников, он начинает их спрашивать. И как бы отвлеченно немножко. Он говорит, а за кого почитают меня люди? Ну, конечно, значит, за пророка, там, и другой, там высказывает. А Петр говорит, ты, Христос, Сын Бога Живого. А Христос поворачивается и к нему и говорит, блажен ты, Симон Синеонин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец Мой сущий на небесах. То есть так, Петр, ты получил уже откровение. И это откровение от Отца. Потом дальше, значит, Христос говорит, в этой же главе я читаю, я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. То есть, здесь идет речь о церкви, которую создает Божий Сын. Вот почему он глава этой церкви. Поскольку он ее создал, значит, ты, Петр, камешек маленький такой, да? Ну вот, я создам мою церковь, на камне создам церковь, и врата ада не одолеют ее. То есть, идет речь о том, самое первое, мы видим то, что церковь, это принадлежность Божьего Сына, Божьего посланника. Это тот, который явил Бога. Бога никто никогда не видел, и видеть не может. Единородный Сын, сущий, мне, отчим, Он явил Бога. То есть, когда мы смотрим на Христа, мы смотрим и видим Бога. Вот, теперь дальше. Поскольку церковь является, это Божье, Божье, можно сказать, стадо, Божье тело, там очень много различных, это Божий храм, Божья нива, там есть очень много-много различных определений, но она является Христовой церковью. Ну и поскольку она Христовая, то теперь нужно обратить внимание, врата ада не одолеет ее, то есть, против нее будет борьба, против нее будет восстание, и вот с ада будут выходить злые духи. Я не знаю, как в некоторых местах было интересное откровение, что из ада вышли основных таких пять духов, духов в последнее время. Это духи, я думаю, вы знаете, алкоголя, наркомании, потом пьянство, потом, значит, блуда, и потом вот этой всякой безобразии, порнографии, всякого-то такого. Это духи, которые влияют сегодня на молодежь. Вот схватили они селфон или мобильные вот эти телефончики, и уже смотришь, сидит на собрании в задних рядах, а может уже соединяться, кто знает с кем и для чего. Вот, поэтому здесь сказано, я церковь создам, врата ада ее не одолеют. То есть, Петр и все остальные, подумайте, как оградить эту церковь, как ее сохранить, чтобы врата ада ее не одолела. Христос прямо говорит, врата ее не одолеют. Но кто-то стоит в этой церкви, кто-то поставлен. Теперь дальше, кто же эта церковь? Здесь я сказал о том, или написано, что это избранница, значит, это та, которую Бог ее создал. Когда мы читаем первое послание Коринфянам, первая глава, со второго стиха, здесь пишется послание апостола Павла, и он делает такое высказывание, церкви Божией, находящейся в Коринфе, церковь Божия, и определение сразу, освященным во Христе и Иисусе, потом, призванным святым, это необыкновенные люди, это не то, что мы смотрим, как на всех людей, это все одинаковые, нет, это не одинаковые люди, это те, которые освященные во Христе и Иисусе, их освятил Христос своей кровью, своей жертвой, смертью и воскресением, слава нашему Богу. Дальше, обращаем внимание, значит, призванные их, они Господь призвал, а как Он их призвал? Идет, там рыбаки находятся, идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков, оказывается, это то общество, которое ловит других и при том ловит для небесного царствия. Да, это особые труженики, это не те, которые выбились уже, говорят, я уже дьякон, а я уже, а я уже пресс-фитер, вот ты достигнешь до моего, потом ты уже мне будешь что-то указывать или что-то подсказывать. Ну, а когда еще выше, вы понимаете, да, вот, а здесь нет, ловцами должны быть, тружениками должны быть, так что, если мы сидим и ничего не делаем, это будет неправильно, если я даю только указания, это будет неправильно, поэтому, когда мы смотрим, это те, которые призваны, освящены, освящены, это отделенные от греха, отделенные от всякой греховной, ненужной суеты, я не имею в виду, то, что мы не заботимся, мы должны беспокоиться о своих домашних, написано, кто не печется, тот отрехся от веры, и хуже неверного, да, это все на своем месте, это все в своем порядке, но дело в том, нужно подумать, я сделаю вас ловцами человеков, а сколько каждый в отдельности споймал уже, а сколько уже ввел в церковь, я не имею в виду, что там готовых мне привели, нет, я не имею в виду, что я побеседовал с теми, которые их привели, а сколько я лично сделал, привел к Богу, это очень важно, ну и притом дальше, здесь Павел говорит, призванным святым, значит, это святые уже люди, но между прочим, если мы служим святым, если мы служим освященным, то какие мы должны быть? Как вы считаете? Наверное, святейшими, да? Вот, и притом по-настоящему, не то, что я подаю вид, что я святой, люди должны увидеть, и интересно, что когда смотрят на служителя, то давайте обратим внимание, смотрят на служителя Иисуса Христа, послали там служителей, приведите его сюда, значит, потом они вернулись, вы чего его не привели? Никогда не говорил человек, это так, то есть, ну вообще любой человек, как этот человек, то есть, особая речь, особое состояние, привлекательность, за кем из нас шли люди, такой толпой, как за Христом? Представьте себе, пять тысяч мужчин, я не считаю женщин и детей, потому что там не написано, сколько их было, это только мужчин, пять тысяч, и идут за Иисусом Христом, кто из нас поведет за собой, своей речью, и своим служением? Дело в том, что в такой церкви, которая освящена, которая омыта кровью, святые люди там находятся, представьте себе, какие должны быть служители, вот почему, когда вы избирали служителей, то даже для дьякону было сказано о том, чтобы они были исполнены из Святого Духа и мудрости, то есть, это люди, которые чем-то особым обладают, со всех святых выбираются люди, которые обладают особой способностью, пастырством, вы скажете, ну что, любой может быть пастыром, да, посмотрим качество пастыра, 22-й псалом, все его знают, и, наверное, даже малые дети, даже часто бывает в церквях, дети рассказывают этот псалом, Господь, пастыр мой, так, да, я ни в чем не буду нуждаться, то есть, когда пастыр, он усматривает нужды людей, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, он покоит меня на злачных пажитях, то есть, для того, чтобы мне покормить этих людей, где я поставлен пастырем, там прямо сказано, я должен предоставить злачные пажитии, и если я им не даю злачных пажитей, это говорит о том, что, наверное, мне надо еще не пастыром быть, я немножко еще поучиться, где брать эти злачные пажит, и как их доставать, иногда есть специалисты большие, о, я извиняюсь, я уже буду сейчас заканчивать, иногда есть большие специалисты, в том, что они ищут с чужих книг, с чужих трудов, и начинают кормить, и часто бывает, даже гости приезжают, и начинают кормить, мы смотрим, овцы начинают болеть сразу же, болеют, поэтому там сказано, какой пастыр, значит, водит на злачные пажит, то есть, вернее, ведет на злачные пажит, водит к водам тихим, то есть, покормил хорошо, напоил хорошо, это говорит о том, когда преподано Божье Слово в силе Святого Духа, одна сторона, а другая сторона, когда все исполнились Святым Духом, когда напились от этого живого источника, слава нашему Господу, ну и потом, подкрепляя душу мою, подкрепление внутреннее мы получаем, вот почему пастыр должен беспокоиться о том, если ему вручили какую-то паству, паству, значит, или, как он можно сказать, вырастил, собрал эту паству, потому что часто есть, бывает, совсем на месте таком, где не было ни одного человека, люди начинают труд, да, он там пастыр, но теперь он думает, как их кормить, и как их поить, и как их душу подкреплять, я помню случай, когда приходит одна сестричка, трое церкви, и так вот дрожит, вся та, та другое, значит, смотрю, что такое, нервное потрясение, и вот надо что-то сделать, он говорит, мне уже ничего не поможет, я говорю, поможет Иисус Христос, начали беседовать, уйдете отсюда, радуясь, начали беседовать, начали беседовать, у них сильно много обвинений было на кого-то, там, поэтому она дрожала, это все, когда начали, смотрю, исполнилось Духом Святым, как начала молиться, как начала петь, я уже кончил, она еще дальше продолжает, то есть уже вышло, то есть я вам скажу точно, когда мы действуем с именем Иисуса Христа, и когда мы действуем с Божьим Словом, чудеса мы видим в нашей жизни, но я не буду уже, потому что мое время окончено, я в конце только так прочитаю, немножко еще такое наставление, или пожелание, вот, потому что Библия у нас очень большая, значит, Деяния апостолов, я читаю, 20 глава, 32 стиха, И ныне предаю вас, братья Богу, и Слову благодати Его могущему назидать вас более, и дать вам наследие со всеми освященными, апостол Павел, он больше может сделать, мы только какие-то минутки, какого-то маленького нашего общения, какие-то маленькие цитаты сказали, и нам уже хорошо, потому что мы понимаем друг друга, но вот Бог может больше назидать, вы знаете, я бы хотел бы вместе с вами помолиться, вы хотите помолиться или нет? Только действительно, чтобы не только вот слово, которое было прочитано, оно действовало, но пусть Святой Дух подействует, чтобы это слово растворилось, и действовало, чтобы мы поняли, что мы труженики в Христовой Церкви, мы должны кормить людей, мы должны поить людей, мы должны успокоить внутренность, для того, чтобы эти люди достигли совершенства, как в послании Ефесян нам сказано, для совершения святых, для созидания тела Христова. Этому поможет нам Бог, слава нашему Богу, молимся Ему. Иисус, мы славим Тебя. Иисус, Он, 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 иисус, «Д Tyson» «Совет State» «Д Tyson» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вдохнови, Господи, Твоих служителей, которые мы передавали живое слово и Твоя благодать, чтобы изливалась. Субтитры создавал DimaTorzok Дух Святой, Аллилуйя Тебе, Господи, слава Тебе! Слава Тебе, Спаситель, слава Тебе! Слава Тебе, Целитель нас! Ты Тот, Который исцеляешь и духовно, и физически, и материально. Слава Тебе, Господь! И среди тех, которые сегодня нуждаются в Твоем прикосновении, соверши Твою работу и будь в этом прославлен. Отдаемся в руки Твои и до конца это общение благослови. Тебе слава, хвала, честь и поклонение. Наш чудный, дивный, святой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благодарю, Владимир Степанович. Нам сейчас снова будут служить братья из Буковины. И как я подметил, что они приехали сами. Много братьев-служителей из Черновицкой области, в том числе старейший епископ. И он имеет обращение к нам, брат Георгий Савчук. Много братьев-служителей. Много братья, слава Богу. Я лишь очень прошу, не поправляйте меня, потому что я буду говорить таким языком, как вы слышите. Я верю и очень крепко верю, что с нами есть Господь. Аллилуйя Ему. Он видит твоё и моё сердце. Он знает наши состояния. И все то, что делается Духом Святым через братьев, все делается на нашу строительство, для нашей поправки. Я с этой стороны считаю, что Он нас любит. Крепко любит наш Бог. Но я маю такую просьбу. Я маю такую просьбу. Вважаю, как мы хочем быть благословенными, нам нужно сделать одну справу. Как мы науважно послухайте. 62-го року, ввировавши в Бога, старался те, что возможно, потому что семья, 12 детей, но однако старался что-то сделать для дела Божого. И Бог мне не лишил недостачи по цей час. Слава Богу. Я бы тоже хотел. Мы будем делать сбор, но я прошу, чтобы вошли сюда, только пройдусь по ячейкам. Чтобы мы помолились Богу. Я бы хотел прочитать два месяца Слова Божого. Два месяца Слова Божого. Чтобы все таки можно было... Но эту справу нашему даянью, в которой она нужна, материальная допомога, нам приятно, братцы. Я еще раз скажу, так может я не смогу и хотел бы коротенько. Сколько уделено внимания тут, братцы, в Виннице? Для нас и транспорт, и пища, и все, и зал, где ты находишься. Все, что делается, все стоят гроши. Правда или нет? Все это стоят средства. Давайте так. Чтобы мы были благословенны, и наши жены, и наши дети, давайте станем, послушаем, что каже апостол Павел до коринтян. Я знаю, что вы этот виршочек знаете. 16-й розділ. Я читаю 1-й коринтян. 13-й, 14-й виршочек. Пильнуйте, стійте в вере. Будьте мужні, будьте міцні. Хай з любовью все робиться у вас. Вы знаете, не всегда с любовью до кошелька ты идешь. С любовью робишь что-то для себя. А вот для того, чтобы дело Боже дать, зробите мало. Потому что мы бываем часом трошки осторожны для этого дела. Братя, я вас очень прошу. Но, однако, они вдвоем попали в гости. И тому брату, который мне пришел в гости, ну так метко Бог сделал. Ту, которая так небрежно отнеслась, поклав ей столову там на лавочку спать. А то другого поклав гарну постель. А вона така злюча, така недовольна. Как? То мы дви сестри прийшли сюда. Вона мает так гарненько спать. А я тут вона лавочки спью. И то цілу ніч не спала, роптала. Приходи на служение. Бог понимает, пророка так говорит. Чего ты злюча? Чего ты робчишь? А как ты поступаешь, дитя мои? Хеба ты не так делаешь? Хеба ты подавилась материально? Чи дала есть? Чи поклала коечку приличную? Как сделала? Так и тебе сделала все. А та робишь щиро и щиро. И поклали спать. Братя, хай Бог нас благословит. Апостол Павел, я сказал, что двух месяцев будут читать Слово Божие. Апостол Павел каже, доголад. Бо хто си для власного тіла свого, то й відчиня пожне. А хто си для духа, то й духом пожне життя вічне. Роблячи добре, ми знужуємося. Бо часу свого пожнемо, коли не ославнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робимо добро. Найбільш одновірцям. Всім. А сьогодні поможем тут братям в Вінниці. Згідні братя чи ні? Дайте згоду. Гарненько. Може бути там сатана підійде до вас, скажуть, чуть менші дай. То я вас дуже прошу, щоб ви не мучилися додому знову вертатися. Дайте ще раз. Ми попросимо Божого благословення, вставши на ноги, і попросимо, щоб Бог благословив ці праці. Алілуйя. О, Вічний Боже наш, ми славимо Тебе. Ми дякуємо Тобі, що ми в добрий час живемо. Алілуйя Тобі. Сауд, ми гідені холодають. Сауд, немаємо часті трансфор. Ми маємо.